Начинаем мы наш сегодняшний разбор сделок за последнее время. За последнее время это где-то начиная с 1 января, а с 30 декабря и по вот эти первые две недели нового года 2020. Сделок было много, не все прибыльные, далеко не все, потому что этот период первых двух недель он сложный. Многие естественно бьют копытом и давая торговать с 3 января, время когда стоит отдыхать, пить, гулять, но не торговать, потому что рынок неадекватный. То есть да, могут быть сигналы, но они могут не отрабатывать, не именно в связи с тем, что многие только выходят на рынок и просто он неадекватный. Но давайте обо всем по порядку. Значит это не изменяет нашей старой доброй формации, которая появляется один раз в год, но вероятность ее отработки 90 процентов. Называется она новогодний гэп и как мы видим в этом году тоже он сработал. Даже несмотря на то, что у нас очень сильно была перекупленность, несмотря на то, что там рынок рос, рос, рос там издалека и РТС вырос там на 20 там тысяч пунктов, даже больше за последние буквально пару недель, тем не менее все равно новогодний гэп совершился. То есть позитив в разных мирах площадок, отложенный спрос, новые деньги, новый год, новые планы. В итоге мы видим движение вверх. В первый день гэпанули где-то тысяча на две, две с половиной. Ну и в последующие дни выросли еще там тысяч на пять как минимум. Но даже если говорить просто о гэпе, то вот исполнение. Отложенный ордер. Ну здесь техническое обоснование нам трейдеры показал, но в целом отложенный ордер и берется плюс тысячи пунктов. Весь год можно не работать. Если взять тысячу пунктов на тысячу контрактов. Но в целом отлично, здесь вопросов нет. Как бы всем хочется пожелать исполнять это и торговать как на гэпах в принципе, ежедневно если есть предпосылки, так и ловить новогодний гэп в частности. Так, следующая сделка у нас нефть. Ну я думаю сейчас стопы как раз пойдут. Значит здесь мы видим нисходящее движение и так лесенкой вроде начали спускаться. трейдеры в очередную ступеньку зашел. На мой взгляд вполне оправданно. Здесь был минимум. Пробой, возврат, свеча подтверждение, вход. Но нефтянка ушла вбок, поэтому по стопу. Затем не очень хороший вход. Здесь мне не нравится. Потому что, ну вроде как бы здесь наклонная проведена на продолжение тенденции. Но вход в конце свечи длинной на тени это плохая идея. И увидев такую здоровенную свечу, как бы заходом на пробой издалека, ну нужно ждать следующую, смотреть, потому что... Или ждать ее завершения. А видите здесь трейдер попался в ловушку и из нее не выбрался. Типичный капкан. То есть, показывает в моменте пробой, трейдер заходит, она потом раз так втягивается обратно внутрь уровня. Сигнала нет. В итоге, по факту, сигнала нет. Свечка не закрылась. Уровень удержан. А трейдер зашел на пробой уровня. В ловушке ты. Из ловушки нужно убираться мгновенно. Как из трясины. Иначе потонешь. На следующей свечке сразу выход. Или даже на этой. Трейдер решил подождать. Но получил стоп-лост 13 пунктов. Мог отделаться намного проще. Такие вещи лечатся большим депозитом. Ну некоторые сразу на большой депозит начинают торговать. И теряют на нем. И когда ты теряешь серьезные деньги, то потом ты таких глупостей уже не совершаешь. Ты понимаешь, что если сигнала нету, а ты зашел, то не надо глупить и ждать стоп. Выходи сразу. Красную ручку дернул, и самолет выскочил. Все, катапультировался. Так, дальше Сбер. Здесь у нас старший масштаб, показывающий тенденцию на повышение. И желание трейдера играть на повышение. Дальше на мелком масштабе ложный пробойчик. Позиция открывается. Стоп. 58 пунктов по Сберу. Это нормальный стоп. И дальше взята цель каскадом. Вот здесь хорошо. В принципе, и свечка здесь такая. Я бы тоже на ней входил. То есть она, видите, с большой нижней тенью, и поменял свой цвет. В такой ситуации я бы на ней входил, я бы не ждал еще подтверждения. Потому что сейчас подтверждение могло быть вот такое. И уже стоп 100, и уже по риск менеджменту не проходишь, и как бы вот у тебя там песок, золотые эти камни, а все как-то раз-раз и рассыпалось. То есть бывает классный сигнал, но ты уже не можешь зайти из-за риск менеджмента. Поэтому нужно вовремя, вовремя действовать. Тем более после такого выкупа на объемчике действительно следующая свечка могла взлететь очень сильно. Вход очень хороший здесь. Ну, выход, соответственно, тоже вопросов нет. Это выход как учили. А вот такой вход, это ему тяжело научить. Его нужно прочувствовать. Когда сильный сначала слив, все ныряют вниз, многие трейдеры на пробой горизонтали, ты выдерживаешь несколько мгновений, в моменте нескольких секунд, и понимаешь, что пошел удар снизу. Выкуп, 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 выкуп. Остается большая тень, свечка меняет свой цвет на восходящую, объем появляется. И это как вот рогатку, которую оттянули и отпустили. И вот она пошла, пошла, так замедленная, знаете, там, 2000 кадров в секунду. Пошла, пошла, пошла розетка. И она, рогатка, и она там переходит через вот эту штуку. И вот в этот момент ты входишь. Потому что дальше сильное движение. Ну, так же и здесь получилось. Так, здесь тоже по стопику. Это у нас тоже нефть. Из той же серии. Смотрите уровень цен. Да, 64. Ну, здесь опасно уже. То есть, если сильная движуха прошла, жди боковика. Обычно так и происходит. Сначала упали, потом длительный боковик. Переводят дух. Ну, здесь, как бы, на продолжение тенденции. Опять же, смотря внутри дня, как бы все правильно. Но общую картину тоже нужно ощущать. Хотя здесь вот мы видим уровень классный. Даже какой-то движуха пошла. Что с движуха? Скорее всего, статистика. Да, опять же. Уровень 9 хороший. На разворот. Там, где актив развернулся. Если отбить, там часовик. Ну, вот здесь на пяташке. Ну, фактор риска. Понимаете, какие? Фактор риска. Здесь много факторов риска. Первое. Общая тенденция вниз, но уже перепродность. Очень сильно прошли за короткий промежуток времени. На понижение торгать опасно. В целом, в целом риск такой, да? Второе. Статистика вышла. Ну, кто торгует после 18.30 на статистике? Только гусары. Нет, там другой уровень еще. Вот если открыть именно часовик, а там конфликт формации. Я вам не про уровень. Я прям вам говорю про то, что после статистики торговать опасно. В целом. В целом. Не важно, какие уровни. Ну, зачем? Второе. Следующий момент. Вечерняя сессия. Вечерки сделок не совершаем. Вечерка денег не дает. Торги запрещены на вечерней сессии. Сделка осуществляется на вечерней сессии. Еще один риск. То есть они могли вообще вбок уйти, допустим, низковолатильный. Еще один риск. Хотите? Минимум, минимум. Вот здесь трейдер думал на мелком масштабе, что это ретест и продолжение вниз. А на старшем масштабе мы видим, что это ложный пробой. Ну, еще чуть более старший я бы взял, какую-нибудь 30-ку. На статистике прокол и тут же обратное движение. Конфликт формации это еще один фактор риска в этой сделке. Зачем нестись там 200 км в час в снег, в дождь, в туман и еще в гору или с горы наоборот. В гололед. На летней резине. Это фактор риска. В отличие от солнечной погоды, хайвей прямой, от Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса. Все чисто, аккуратно. Вот, 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 вот разница. Многие ее не чувствуют. Вот это, это туман. Очень опасный. А бывает намного проще сделки. Где вот здесь вот ложный пробой? Хайвей. Вечерка? Ну, может быть. Но в целом, если бы это было в основную сессию, это был бы хороший сигнал, да? Не каю статистики, там, ничего такого. Обратно, и тест уже. Вот. Имеет место быть именно от вечерки от Лос-Анджелеса? провести и сегодня торговать? Ну, можно, 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 если это не просто вечерка, если это был ложный пробой хай дня. Не важно, что вечерка. Если это хай дня, его ложно прокололи, тогда к этому уровню, конечно, можно торговать обратно. Здесь мы видим торговлю на фьючерс, на доллар-рубль. Сколько я не говорю, что на нем торговать не надо, все равно трейдеры торгуют, не слушаются. Но волатильность по нему последняя предновогодние пара недель была неплохая, в связи с тем, что были различные там события. Потом мы, как все прекрасно знаем, там на Ближнем Востоке тоже заварушка опять началась. Ну, и, соответственно, на это реагирует и нефть, и доллар. Значит, здесь мы видим попытку торговли на удержание горизонтального уровня, минимум предыдущей торговой сессии, а дальше позиция закрыта, видимо, в связи с тем, что Европа рядом была, ну, не знаю, что трейдер не понравилось. Там были экстремумы, в котором было решение зафиксировать позицию. Ну, в общем, зафиксировал и ладно. В дальнейшем образовался треугольничек, опять же, горизонтальный уровень продолжал удерживаться, ну, и в связи с этим позиция была, можно сказать, возобновлена, примерно на том же уровне позиция и открывалась. До этого уже принесло свои дивиденды плюс 100-150 пунктов, ну, в принципе, это, наверное, максимум, что можно в текущий момент времени брать на фьючерс на доллар-рубль. Больше рассчитывать не приходится. Я лично этот инструмент исключил пока, то есть, да, у него бывают волатильные дни, спору нет, особенно, когда вот сейчас правительство у нас там заменилось и по доллару были движения. Но в целом, скажем так, когда к нему возвращаться, если вы прекратили торговать активом? Ну, где-то обычно месяц хороших движений ежедневных, то есть, нужно считать волатильность, и если среднемесячная волатильность вернулась на необходимом уровне, только тогда можно обратно к инструменту возвращаться. А так, он в паузе, как был, у меня лично так и есть. это криптовалюта, биткоин. По криптовалюте мы отдельно еще будем говорить в других видео, потому что она встрепенулась с начала 2020 года, есть признаки возможного движения вверх. Соответственно, на нее фокус внимания, некоторые криптовалюты уже, как мы видим, за последние дни ходят по 20, 30, 50, и 150 процентов в день, что является просто безумными цифрами, и на нее фокус внимания у некоторых трейдеров направлен. Соответственно, здесь мы видим биткоин, старший масштаб, здесь на врезке мы видим более мелкий масштаб, двухчасовой, и как позиция открывалась. треугольнички, это, конечно же, трейдерам нарисованы в пейнте, потому что в бирже Bitfinex или в другой не отображаются сделки, которые произведены. Поэтому здесь трейдер нам, как бы, совершая сначала сделку, закрывая ее, потом показывает, как у него она открывалась, как она потом закрывалась в процессе. Взято от 2 до 5 процентов в среднем профита, стоп-лосс составлял, если видно, 1 процент. То есть, фактически 5 плюс 2, если равными объемами закрывался, можно посчитать средний профит. 2 плюс 5, 7 пополам 3,5. Один риск, 3,5 профит. Один к 3,5 вполне нормальное соотношение. Кричи ключи? Да. Да. Стоп подтягивал, получается? Стоп, да, вот здесь красными горизонтальками показано, как трейдер стоп подтягивал. Ну и, кстати, последняя сделка, выход как раз, скорее всего, по подтянутому стопу. Ну стоп подтягивать нужно, но его нужно тянуть на определенном безопасном расстоянии от текущего рынка, потому что откаты бывают серьезными. Но с другой стороны удерживать позицию надо, криптовалюта очень инерционная, мы видим, что она может утром стоить 200, а к вечеру уже 460. Есть такие примеры. Вот фьючерс на индекс РТС не может стоить на утро 150 тысяч пунктов, а к вечеру 240. Не может. А этот актив может. Так что, не конкретно биткоин, биткоин тяжеловес, его тоже не переставишь так в три раза, в два раза. Но некоторые альткоины вполне возможно. Поэтому криптой мы тоже занимаемся. Здесь мы видим фьючерс на РТС. В целом здесь у нас боковик. Пока они вышли вот здесь вот вверх, боковик. В рамках этого боковика наклонные рисовать идея плохая. Трейдер почему-то решил у нас, что как бы тенденция почему-то вниз идет, ее нет. Зашел в позицию утром, ну и вышел через мгновение, через несколько минут. Нету здесь ничего. Сигнала нет. Сигнала нет. А вот дальше сигнал есть. Потому что мы знаем, что РТС за последнее время очень сильно растет. В том числе вот здесь вот мы видим рост. Затем вот это все на более старшем масштабе может иметь вид там проторговки, боковика. И дальше выход. Наклонные отрисованы правильно, от хая. Причем точек смотрите, как много. Раз, два, три, четвертый пробой. Качественные наклонные, видите? То есть как нужно рисовать наклонные? Мы с вами помним же. Нужно рисовать наклонные так, как они нарисованы у большинства участников рынка. То есть вам нужно представлять уже с опытом, как рисуются наклонные. Если наклонную нарисовать нельзя никак по-иному, нежели как здесь, значит она нарисована большинства участников рынка так же. А это в свою очередь значит, что она хорошо отработает. Поэтому мы видим яркий пробой и дальше уход вверх. Здесь в принципе даже и вариантов не было. Сразу пошли, пошли, пошли без отскоков и дали цели. Здесь все хорошо. Вопросов нету. Еще раз подчеркиваю, да, по теням идеально лежит наклонная. Никто не мешает вам, трейдерам, искать именно такие ситуации, когда линия лежит идеально по теням. Да, это не часто бывает, но такие вещи лучше работают. Ну, в принципе, это на сегодня все. Такие сделки первых двух недель, на мой взгляд, очень неплохие. Так что всем спасибо и до новых встреч. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова